Позвольте порадоваться, что здесь можно передвигаться на лошадях, на прекрасных карабахских скакунах, которых нам очень своевременно подарил Леон Жан, Леон Арепетян. Я приглашаю всех на пресс-конференцию, а после пресс-конференции на обед отведать дивных, экологически чистых, чистейших армянских продуктов, сделанных трудолюбивыми армянскими руками. Добро пожаловать! АПЛОДИСМЕНТЫ У меня главная задача была обезопасить семью. Обезопасить семью не только в смысле каких органов, выдачи, возможных проблем вот такого рода, но обезопасить семью, чтобы не было плохого примера, чтобы они вращались среди нормальных людей. И я до этого был в Армении 3 месяца назад, и мне рассказывал, мне очень понравилось, на 100 лет геноцид. И мне очень понравилось, особенно мне понравилось, как общаться с людьми. Я думал, что надо привести сюда детей, показать, как люди общаться. В теории это рассказывал, как люди сгружающими должны общаться. Я нигде не видел в России. В России у нас очень плохо с общением. К сожалению, это надо исправлять. Люди не ласково относятся. А здесь мне очень понравилось, как незнакомые люди друг другу помогают. Там стоит закрытый шлагбаум, там вылезает незнакомый человек, на вашем там два-два-два-два-два-два-два-два, раз шлагбаум открывается, они, я говорю, что ты им сказал? Ну, говорят, да ко мне сказал, гости приехали, дай показать там эту капусту ерунду, которая закрыта. То есть у людей главное не нормативы дурацкие, которые придумали всякие там дети. А главное отношения друг к другу, любовь к друг другу, угодить друг другу, помочь друг другу. То есть, ну, просто человеческие взаимоотношения. И мне говорили, вот Артур Арабетов и господин Сарукьян, мне говорил, Герман, и Сергой Арабетов. Я когда говорил, надо детей сюда привезти, он говорит, тебе надо в Карабах привезти. В Карабахе в сто раз круче. Там вообще удивительные взаимоотношения между людьми. И мы собирались ехать в Карабах. Но получилось вот неожиданный отъезд, и мы уже знали из Беларуси, я уже знал, куда ехать. Я знал, что детям здесь будет безопасно. И в то же время я понимал, что я буду, как бы, подставлять армян. Потому что, с одной стороны, я буду подставлять, вот, ну, как бы, не очень это красиво. Гость приезжает, а его там враги требуют. Там сейчас азербайджанцы требуют меня, как бы, отсюда убрать. Ну, туда мы восточные. Послушайте, если вы меня отдаёте в Россию, чтобы вы знали, прокуратуру, вы меня отдаёте в Азербайджан. Вы посмотрите по списку, сколько азербайджанцев в Генеральной прокуратуре. И в других органах. Поэтому вы даже не сомневаетесь. Это выдача в Азербайджан. Они будут решать мои суть. Ну, дело не в это. Получается, что как бы, я подставляю своих друзей на то, что им или меня выдавайте позориться перед людьми, как бы, но это останется нехорошо, не по-пацанскому. Либо не выдавайте, ссориться с Россией. И то, и то плохо, и так нехорошо, и так нехорошо. Вот, и поэтому я решил, чтобы не было вот этих разговоров, и чтобы не было ответственности на моих армянских друзях. Где у нас, Арсений? А где билет на самолет? Билет День. Вот, и я решил в четверг прибыть в Россию, для того, чтобы не было разговоров о том, что я скрываю сейчас правосудие, а семью оставить здесь на попечение армян. Потому что к себе это как бы вопросов нет, и может только меня шантажировать. И я уверен, что армяне не дадут в обиду женщин и детей. И поэтому я в Карабахе и я спалю. И я приеду в Россию, в четверг побуду там несколько дней, через вас обращаюсь к правоохранительным органам, информирую их о том, что я буду несколько дней в России. Чтобы не говорили, что я прячусь в Карабахе, стрываюсь от правосудия, не ссорили Карабаха и Россию. Потому что Карабаха и Россия должны сближаться, а не ссориться. Тем более из меня, мертвые собаки, что им ссориться. Вот, а потом вернусь в Карабахе, продолжу создание христианского хозяйства. Мне это очень понравилось, нет худа без добра. И если вернусь, если все будет нормально, то мы здесь уже около гейзеров хотим сделать лечебницу. Вот, и жена открывает модельный дом, слава богу. По поводу моей деятельности якобы в городе. Только те люди, которые не знакомы с моим мировоззрением, они могут поверить, что я там имел что-то общее с националистами в 2009 году. Это абсурдная, абсурдная клевета, просто наглая и не имеющая вообще никаких оснований под собой.